Приветствую, друзья! Вы на канале WP Lovers, где мы говорим о WordPress с любовью на понятном языке. После небольшого перерыва в видеоуроках мы продолжаем серию об Elementor. И в этом видео мы разберем так называемый простой параллакс эффект в Elementor. Поехали! Ну что, этот эффект вы можете сейчас наблюдать. Заключается он в том, что изображение, фоновое изображение и все остальные элементы как бы двигаются разными слоями с разной скоростью при прокручивании экрана. И создается такой интересный плавный эффект, который и называется параллакс эффект. Реализовать этот эффект довольно просто. Переходите по ссылке в описании. Здесь есть весь код. Куда его вставлять, я сейчас покажу. Единственное, что хочу сразу сказать. В редакторе Elementor в режиме редактирования мобильной версии у меня вылезают с этим методом косяки. И решения я, к сожалению, не знаю на данный момент. Возможно, что разработчики Elementor добавят свой функционал. Этот параллакс, и он будет хорошо работать. Но пока работаем с тем, что есть. Проверьте у себя на мобильных устройствах, как это выглядит. И напишите, потому что на своем телефоне я открываю, и выглядит нормально. Параллакс эффект не работает. И, в принципе, здесь в коде это заложено. Но в редакторе Elementor вы увидите, как это не очень смотрится. Ну что, поехали тогда. Нам нужно установить плагин SimpleCSS. Если он у вас до этого, конечно, не был установлен, или какая-то альтернатива для ввода CSS кода. Я перехожу в админку сайта, на котором мы будем все это тестировать. Устанавливаю SimpleCSS. И, как вводится, активирую. Следующий плагин, который нам понадобится, это CodeSnippets. CodeSnippets добавляет так называемые сниппеты или куски кода в файл functions.php. И позволяет обходиться без редактирования темы. Устанавливаем. Вот нашелся код Snippets. Нажимаем установить. Естественно, тоже активируем. Теперь нам, понятное дело, нужно создать новую страницу или запись. Поэтому идем в страницы. Добавить новую. Пишем заголовок. Параллакс. Например. И в зависимости от вашей темы выставляете здесь настройки. Я выберу шаблон Elementor Holst, чтобы у меня был чистый экран. И вот здесь мы видим, появилось окно от плагина SimpleCSS, куда можно добавить свой CSS код. Копируем его отсюда. Прямо вот так. Можно все вместе, вместе с комментарием. Вот так вот. Вставляем. Нажимаем опубликовать. И пока не переходим в редактор, а откроем Snippets. И нажмем здесь Add New. Я сделаю это на новой вкладке. Напишу здесь название Parallax. И скопирую код вот отсюда. От начала и до конца. Обратите внимание, чтобы захватились все строчки. Вот как у меня показано. Вставляем сюда. Выбираем здесь запускать Snippet везде. И нажимаем сохранить изменения и активировать. Все, Snippet у нас запущен тоже. Можно закрывать это окно. И переходить в редактор Elementor. Создадим в редакторе пару секций. В первой секции у нас будет воспроизводиться наш эффект. И сразу задаем ей класс. Класс нужно задать вот этот. Parallax. Выделяем. Переходим в расширенные. И вставляем в CSS классы. Вот в этот раздел. Без точек, без ничего. Прямо так, как есть. Далее нужно закинуть сюда что-нибудь. Например, заголовок. Зададим высоту. По размеру экрана. Например, в вашей ситуации это может быть любая высота. И зададим фоновое изображение. И, возможно, его наложение тоже. Итак, я выбрал изображение. Побольше. Специально. В вашей ситуации это может быть любое изображение. Нажимаю вставить медиа. И выбираю здесь. Повтор не повторять. Размер по умолчанию перекрыть. Вот таким образом. И привязка закрепить. Должно быть вот такое состояние. Уже даже в этом состоянии некоторые называют этот эффект параллакс эффектом. Когда изображение закреплено, а верхний слой как бы движется по этому изображению. Но это не совсем так. Это не совсем параллакс эффект. Теперь нам необходимо добавить секцию и накидать туда несколько виджетов, чтобы было просто куда прокручивать. Поэтому создам секцию и накидаю несколько текстовых блоков и размножу их вот таким образом. Сохраняемся. Давайте сделаем так. Я уберу эффект. Удалю отсюда класс параллакс. Сохраню. Открою новую страницу. И мы с вами будем сравнивать. Нажимаю просмотр страницы. И мы видим без параллакс эффекта страницу, как мы в редакторе это и видели. И давайте теперь посмотрим с параллаксом. Параллакс. Просмотр страницы. И вот появился небольшой эффект слойности. Такой эффект, как будто слои независимо друг от друга немножко двигаются. Давайте сравним. Здесь у нас просто фиксированное изображение. Позиция изображения фиксированная. А здесь фон перемещается параллельно блоку и параллельно контенту внутри блока. Внутри нашей секции. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в редакторе. Только для начала перезагрузим страницу. Переключимся в режим планшета. И в общем-то ничего предосудительного. Даже как будто бы эффект работает. Единственное, только появился вот такой вот пробел. Опять же, это имитация планшета. И может быть на настоящем планшете такого не будет. У кого есть планшеты, тоже отпишитесь, как этот эффект выглядит. А я знаю, что как минимум у одного из моих подписчиков есть планшет. И на телефоне. На телефоне смотрите, как это выглядит. Давайте сымитируем сейчас мобильное устройство. Я и на своем проекте покажу. И на этом примере тоже. Сейчас я нажму F12. Я перешел в режим тестирования устройств. Вот так это делается. Этот режим есть в Google Chrome, в Яндекс.Браузере. В Firefox тоже есть, но выглядит немножко по-другому. Ну вот как выглядит на мобильном устройстве. Но это тоже эмуляция. Видите, фон как бы отодвигается вверх. И это в принципе для Parallax можно сказать, что норма. Потому что большинство Parallax эффектов, они плохо работают достаточно на мобильных устройствах. Но возможно дело в коде, который мы вставляем в сниппет специальный. Если мы перейдем в планшеты, то здесь будет все более-менее нормально. Давайте теперь посмотрим аналогично, как на этой странице это выглядит. Ну вот с планшетами более-менее вроде бы нормально. Но с телефонами вот такая вот история. Потестируйте, как это смотрится у вас. На самом деле я это делаю для подписчиков, которые мне присылают всякие эффекты с других, в том числе англоязычных каналов. И говорят, вот смотри, здесь чувак делает. Надо так же, запиши, как это сделать на русском языке. Ну вот сделал, ребят. Хочу сказать, что все, что сделано не руками команды Elementor, может работать с вот такими сюрпризами, потому что оно не оптимизируется под их код и работает как есть, и используете вы это на свой страх и риск, как говорится. Все те эффекты, которые есть в самом Elementor, они оптимизируются друг между другом, чтобы друг другу не мешать. Здесь же могут быть сюрпризы. Имейте, пожалуйста, это в виду. Ну что, мы с вами посмотрели вот такой вот простой параллакс эффект. Ссылка будет, как я уже говорил, в описании. Попробуйте и отпишитесь в комментариях, что у вас получилось. Я же жду вас в следующих видеоуроках, но для этого нужно быть подписанным на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. В социальные сети тоже подпишитесь, ссылки в описании. Лайк этому видео, если было полезно. И до встречи. Хорошего дня. Продолжение следует...